Всем привет ребят, с вами мистер Ванька, я сегодня записываю новый ролик, сегодняшний видеоролик непосредственно посвящен новому игровому видеоролику И этот игровой видеоролик будет связан с очень максимально крутым и интересным вооружением, которое я уже на протяжении довольно длительного периода времени тестировал на стримах И до поры до времени не хотел наверное таки записывать видос и показывать вам нереальнейшую просто жесткую мбу И я думаю что время пришло увидеть вам, возможно кто-то уже это все дело видел, знает и понимает как это дело работает Ну а я для всех тех ребят, которые не видели сегодня, чуть больше расскажу про это самое замечательное вооружение, которое вы видите на своих экранах Ну и плюс ко всему прочему, возможно смогу вас переубедить, кто играет на Вулкане, почему лучше именно Арес, а не любой другой корпус, который можно использовать также с этой пушкой Что касаемо вооружения, мы сегодня выбираем Ареса Вулкан, это понятно По дрону это защитник, по устройству на Арес желательно конечно иметь иммунитет от поджога, но к сожалению у меня его пока что нет У меня есть только защита от поджога, поэтому использую я ее, ну и по сути как бы можно использовать как ее, так и иммунитет Просто тут как бы, либо вы вообще не будете гореть, либо вы будете гореть медленнее, чем вообще без резиста Ну а что касаемо устройства на Вулкан, то мы здесь конечно же используем зажигательную ленту Отправляемся в бой Я думаю что вкратце расскажу по режимам, что я вообще думаю на данный период времени, по тому где лучше всего использовать данное вооружение Я наверное таки остановлюсь на контроле точек и осаде, хотя по сути это вооружение можно пробовать, использовать во всех режимах Наверное там за исключение условного там джиггернаута, да Ну если захотеть реализовать можно конечно везде, но что касаемо прям вот лютой имбовости, то лучше всего реализовывать именно в осаде и в контроле точек Поэтому начинаем сегодня с осады, вторую каточку контроль точек тоже сыграем, дабы там тоже рассмотреть данное вооружение Ну и в чем же прелесть данного вооружения, почему оно имбует, почему кажется да, какой-то там арес, который сейчас находится не в особой мете, да Плюс ко всему прочему вулкан, который с поджогом, на котором играют только крабы и нубы, которые особо не умеют играть в эту игру Является какой-то новой метовой имбой, новым метовым вооружением, на котором там реально жестко можно разваливать Весь прикол в том, что пушка на вулкан именно на поджог поворачивается довольно-таки медленно Соответственно его использование например там с Титаном, Мамонтом, тем же самым Викингом, ну и Харьком например старым, да Не является столь прибыльным, столь актуальным в матчмейкинге по сей день А вот если использовать данную пушку с аресом на мышке, которого по сути имеется, ну не то что приварка, а именно здесь поворачивается корпус вместе с вашей пушкой одновременно То есть куда смотрит ваш корпус, куда вы поворачиваете мышку, туда же как бы и концентрирует свое внимание ваша пушка Так же самое как это работает например на мышке с Хоппером, с Крусейдером И за счет этого данная пушка плюс корпус обретает дополнительную балансную и метовую имбу За счет которой можно очень большое количество наносить демаджа Плюс ко всему прочему можно контролировать точки за счет того, что у вас как бы ХП танка 4000 Плюс это поджог, ну короче плюс овердрайв ареса Который также вот можно например вот так вот берете, аресик запускаете Вместе с Шариком там летите Ну я метру конечно не прожал, у меня была метра, я себе прожал Ну в общем и целом короче лечитесь от Шара на всех прямых картах На которых нет никаких условных там возвышенностей, да, стеночек, подгорочек, да Где у вас сам снаряд овердрайва ареса может лететь по прямой траектории Где вы можете вместе с ним одновременно ехать Это приобретает нереальнейшую имбу Плюс ко всему прочему овердрайв на аресе сейчас копится с такой же примерно скоростью Как овердрайв на хоппере И если например сравнить скорость накопления овердрайва у ареса И того же например там титана или мамонта То она работает значительно быстрее А если значительно быстрее работает и плюс вы еще грамотно используете свой овердрайв То понятное дело что вы имеете дополнительное преимущество За счет которого вы в дальнейшем сможете заработать большее количество очков А если вы зарабатываете большее количество очков То наверное не стоит вам уже объяснять что вы зарабатываете больше кристаллов в боях Ради чего мы в принципе все вместе с вами и играем в эту игру В эти матчмейкинги и фермим, фармим все дела туда-сюда Как бы вы сами все это знаете Ну и единственное наверное что может помешать данному замечательному вооружению Это иммунитеты от поджога Но как показывает практика В матчмейкинге они на постоянной основе встречаются крайне редко Тем более в режиме осадки, контроле точек И конечно же за счет этого дополнительное преимущество Вы еще ко всему этому прочему еще дополнительное преимущество получаете Дабы более комфортно реализовывать Ну и если уж смотреть на осаду И понимать что в осаде чаще всего играют титаны Которые например стоят на точке и прожимают купола Ваш овердрайв непосредственно конечно же Так же все это дело нейтрализует Вы запускаете шар Все танки которые под куполом стоят Так же самое легко пробиваются И вы их спокойнейшим образом можете уничтожать Что касаемо данного боя Я не знаю во сколько минут я запикался Но я точно видел что мы летели 0-2 И по итогу вы видите что каточку мы камбэкнули И вот например сейчас я уже долгий период времени не прожимаю овердрайв И это по сути является ошибкой Овердрайв стоит прожимать довольно таки быстро За счет того что он быстро копится Ну и по итогу как бы вы можете от него постоянно лечиться Постоянно дополнительные дела что хотим наносить И не стоит его там передерживать И если вы контролите постоянно так же точки в осаде То стоит быстро 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 все это дело реализовывать Ну и вот по итогу что мы имеем 17 киллов Первое место 500 очков Хотя я пикался как я уже сказал в катку где мы летели 0-2 И там уже ну я не знаю сколько там было времени Может минуты 4 может минут 5 там было Ну то есть у меня вот как бы знаете как Вот бывает вооружение берешь и ты говоришь о минусах там А здесь ну единственное что мне в голову приходит из минусов И из того что хуже влияет на это вооружение Это то что как бы могут быть иммунитеты от поджога И могут быть карты на которых не так грамотно можно использовать овердрайв арест Все Если ребята есть которые например мне скажут что типа Ну ты сам хейтил вулкан Говорил что он говно там То что на нем играют только крабы Те игроки которые не умеют там Играть на любых других вооружениях И типа это легкое вооружение И за счет этого ты как бы и только и можешь нагибать Ну я вам скажу так Если уж вы акцентируете внимание на имбовые вооружения А я акцентирую внимание как вы знаете всегда исключительно на них И на поиск этих самых непосредственно замечательных вооружений То в данной комбинации данное вооружение как по мне не является Лоу скиллозависимым То есть ну на ней далеко не каждый сможет грамотно отыграть Далеко не каждый сможет грамотно прожимать овердрайвы на рейсе И если например использование с харьком данного вооружения Это было изи каточка То есть ну там вообще со старым харьком ничего сложного не было Вы прожали овердрайв там все танки сразу улетают Легкая малина да Стоишь жмешь пробел и все То здесь как бы по технике уже Ну немножко Немножко возможно в каких-то моментах сложнее Ну и плюс по имбовости Оно намного намного жестче Нежели тот самый харьок То есть здесь у вас есть преимущество по хп За счет преимущества по хп вы контролируете точки За счет того что вы контролируете точки Вы получаете дополнительные очки Вы получаете дополнительный процент овердрайва Ну и по всему прочему Понятное дело что все в конечном итоге Убирается в то что вы фармите больше опыта Фармите больше кристаллов Ну и фармите все Все что вам нужно вы все реализовываете по максимуму Наверное стоит теперь только запотеть сейчас и выиграть эту катку Потому что пока что мы никак не можем захватить точку У меня есть овердрайв У меня есть пол хп Кстати лучше вулкан всегда сразу же начинать заряжать Чтобы у вас именно поджог сразу пошел Да Единственная проблема наверное вот которая мне больше всего бесит Это когда долго играешь вот этот звук знаете с этого пулемета Ту-ту-ту-ту-ту-ту Звук конечно потом начинает напрягать А так в принципе больше нет Особо ничего так не напрягает По легким танкам вообще можно скайпом очень большое количество демо-демо-носит И это конечно огромнейший огромнейший плюс Огромнейший плюс Давайте Успел Ну и вот видите тоже Овердрайв если тайминг нажмешь Не совсем грамотно То овердрайв может слететь А шар даже и не успеет вылететь Иногда овердрайв остается Иногда овердрайв просто-напросто полностью пропадает Вот здесь точку надо конечно же проконтролировать И сейчас Законтролируем Заберем Будет великолепно Но вот видите овердрайв был бы Сейчас было бы все очень круто ХП было бы Противника всех слил бы Ну а так Опять точку не захватили Опять точку не захватили Жду касаемых килов конечно все очень круто Килы есть Противники уничтожаются К слову у меня закинул на первую катку 6 на 6 Вторая катка тоже 6 на 6 Новые изменения в этом плане мне очень даже нравится То что на не совсем больших картах Меньшее количество игроков Меньшее количество мяса Бесполезного на карте Ну и я конечно больше рад тому Что меньше тиммейтов которые мешают Не так уж страшно Что противников меньше Как страшно когда тиммейти постоянно тебе мешают Постоянно какой-то ерундой занимаются И за счет этого Где-то не добиваешь Где-то не наносишь большее количество урона Ну и так далее Три минуты до конца Пол боя уже сыграно По очкам В принципе по килам неплохо Единственный момент Проблемы этой катки Это то что мы никак не можем захватить точку Если бы мы ее уже бы парочку захватили Было бы прям максимально четко Максимально круто Плюс я бы получил бы дополнительные очки Те которые мне как раз таки и необходимы Ну я думаю что получится еще захватить Возможно одну Возможно парочку Ну и так же не стоит передерживать По одному танку То есть если противник не имеет иммунитета От поджога Желательно поджигать один танк Потом переходить на следующий танк Потом на следующий танк Все равно он как бы будет гореть И там условно пол КП вы надамаживаете Да пусть там аптечку прожимает молодой человек Пусть еще там что-то И уже в дальнейшем Вы сливаете, забиваете И у вас в этом плане все реализуется Так точку наконец-то мы захватили Точка рискуется прям в этом же самом месте Я думаю что если мы сейчас прямо Еще разочек захватим Будет прям вообще супер великолепно У меня единственное только Кулдаун ДДшки Плюс Викинг на гердрайве Но я надеюсь что мы его сольем И быстрее мы успеем захватить точку Нежели он сейчас отрезкнется И начнет по мне наносить урон Если это будет так То будет очень круто Будет очень-очень круто Если все Сможно будет реализовать так как я хочу Ну и после этой катки Я думаю что сыграем еще один боючек контролью точек Потому что ну по осаде здесь все максимально Крайне понятно и ясно На осаде это вооружение Ну разваливает все что движется Просто-напросто Все уносит Очень легкую Очень с кайфом Ну и Я думаю что Такие лично для меня Геймплеи новые которые появляются Да что-то необычное Оно всегда очень интересное Вот сейчас я не запустил конечно Максимально грамотный овердрайв Но как вы видите Титана сожрал Который стоял под куполом Что мне больше надо? Больше мне в принципе ничего и не надо Мне главное скушать тот танк Который стоит под куполом Забрать дополнительную точку И все И все и все 50 секунд Вот если еще одну точку захватим Будет прям вообще максимально великолепно У меня уже почти 600 очков И точка рискуется тоже тут Очень хорошо И куда ехать не надо Назвайте нам просто забрать еще одну точку Не могу успеть попасть По вас Почему-то Не наносится урон по нему Надо чтобы наш термейт Законтролил точку А он просто-напросто Уезжает от нее И за счет этого Скорее всего Мы уже не успеваем Захватить еще одну Точечку 20 секунд Так Если я не ошибаюсь Тут надо 30 секунд Для захвата точки 25 нам здесь Не хватит Может хватит Сейчас увидим Может я не прав Так и надо еще овердрайв запустить Давайте вот такой отпускаем Чтоб он летел вниз Да Мы никак не успеваем Забрать точку Но он дополнительный килл дал И по итогу мы имеем что? Мы имеем 2000 кристаллов То есть это в сумме 4000 если играть на дисконт уикенде Это очень хороший показатель 615 очков 26 киллов 7 смертей При том раскладе Что можно было захватить Еще плюс 2 дополнительные точки И у меня в сумме было бы Где-то порядка 800 очков И по кристаллам я бы получил Было бы где-то 2700 На дисконт уикенде Это порядка 5 Может даже больше 1000 кристаллов Очень хорошие показатели И я поражаюсь этому вооружению И Пока Никаких знаете там Видеороликов не выходило Ну вы сами понимаете Что пока не особо большое количество Играет на этом вооружении Играет на нем максимально комфортно Максимально приятно Поэтому пользуйтесь Пользуйтесь Возможно В дальнейшем Если Будет Большое количество игроков Которые Начнут играть На подобном вооружении Будет проблема В том Что могут Например Занерфить Условно вулкан Да Может Не занерфят Но пока Это очень Прикольное Интересное По геймплею Вооружение Которое Еще и В мете Сейчас Ну для меня Лично Наверное В матчмейкинге На первом месте На первом месте По интересу По Актуальности По тому Как можно его реализовать Да Если уж там Не смотреть на хоппер На регби Да То Если там ЦП Если Осаду Брать по вниманию Эти режимы Да Где хоппер Особо сильно не рулит Он не является Столь метовым То Лучший вариант Просто лучший вариант На данный период времени Это конечно же Ореса Вулкан Такой комбинации Ну Еще больше будет пользы Если У меня будет Иммунитет от поджога Если будет иммунитет от поджога То будет еще больше пользы Еще больше имбовости И еще больше очков Смот Можно будет фармить Поэтому Те кто имеет Данные Замечательные устройства Я Ну возможно Немножко вам завидую Немножко рад за вас Что у вас они есть Да Катайтесь Реализовывайте Это замечательное вооружение Катайтесь на чем-то новом На чем вы раньше не катались Ну а те ребята Которые например считают Это вооружение Нубским И Будут в дальнейшем Возможно В комментариях писать Может Просто говорить Да На стримах Еще где-то Что Это там Вооружение для нубов Для крабов Которые не умеют играть Ваше право Определенно Ваше право Называть это вооружение Тотально нубским Для крабов Для криворуких Балбесов Но Поверьте мне Криворукий балбес Не сможет Грамотно Реализовать Это вооружение Я уверен На 100% Что далеко Не каждый игрок Сможет Комфортно Играть На этом вооружении И комфортно Стабильно Набирать Большое количество Очков Ну а Вы не хотите Не катайте Будет меньше Меньше Оресов Больше Больше возможностей Пофермить Пофармить Это конечно Меня не может Не радовать Так Что касаемо Этого боя Что касаемо Этого боя Меня запикало В очередной раз В начатый бой По очкам Я не знаю Посмотрите Сколько здесь Чего у кого было Но уже На третье место Мы вылазим По точкам Вроде как Контролируем Неплохо Больше всего Упарываюсь В центр В овердрайв В плюс Дополнительные точки Запускаем Неплохой Оресик К сожалению С центра Не забираем Овердрайв Который я бы Если честно Хотел бы забрать Но Ничего страшного Да То есть Не забрал Не забрал Орес Тоже Там никого Не кельнул Здесь можно Вообще По дорожке Очень грамотно Реализовывать Орес Овердрайв Здесь вот Например С железки Начинаете И просто Вместе с шариком Гоните Ну В видеоролике Не особо Так Прям Максимально Грамотно Получается Это реализовать Но Я думаю Что В дальнейшем Можно Будет вам Показать Вот Если даже В этой картке Сейчас еще Появится Нам надо Выиграть Конечно В первую очередь Нам надо Выиграть Это бой Ну Если сейчас Будет У меня Овер Эти точки Будет Под контролем Наш Минум Салют Будет Отличная Возможность Показать Вам Как Эффективно Можно Использовать Увердрайв Орес Если Вы Например Играете В цепи Так У меня К сожалению ДДшки Нет Так Урона По Хантеру Неплохо Залетело Еще бы Поджога Добавил Было Вообще Великолепно Нейтра У меня Пока Что На Кулдауне Сейчас Давайте Дождемся Пока У меня Она Появится Попробуем Завпатить Точку Б Ну Либо У меня Сейчас Отрезки Перевлечим Риф Ну И Тогда Уже С респа По этой Траектории Проедемся По которой Я говорил Три точки Под нашим Контролем Четвертая Почти Забирается Как раз Сейчас А точка Под контролем Противника Есть Отличная Возможность Упороться В нее Но Я вижу Что Есть Также Проблемы На Точке Е Поэтому Давайте Отдадим Предпочтение Именно Ей Плюс Противник Ставит Купол Не Прожмем Сверх Гениальный Конечно Здесь Овердрайв Но В общем И Целом Заставим Противника Потерять Точку Заберем Ее И Возможно Сейчас Попытаемся Еще Забрать Точку С Да В этом Видеоролике Не Получилось Именно Сделать Ну В этой В этой Смысл Жать Его Куда В Другое Место Этот Купол Лучше Раслить Тот Танк Который Может Проконтролить Точку И Сейчас Наши Тиммейт Еще Заберут Без Выигранная Катка Лучше Сыграю На Верочку На Победку Нежели Запущу Вер Дайв Покажу Вам Что Крутое И При этом Проиграю Бой Но Первым Боюсь Не Что Что Подобное Показывал В общем И Целом Есть Отлично Большое Отличное Большое Количество Возможностей Грамотно Правильно Реализовывать Данный Овердрайв На Рейсе Пробуйте Экспериментируйте Я Для себя Наверное Сейчас Это Вооружение Буду Ставить На Первое Место По Таким Форматам Как Контроль Точек Осада Если Хоппер До сих пор Остается Лучшим Вооружением На Захвате Флага На Регби То Здесь Контроль Точек Осада 100% Ставлю Приоритет Ариесу Вулкану И В дальнейшем Надеюсь На то Что мне Выпадет Иммунитет Поджога И я В дальнейшем Еще один Видеоролик Запишу С этим Вооружением Возможно Что-то Новое Уже Научусь Делать На этом Вооружении Возможно Какие-то Фишечки Подъедут Посмотрим Посмотрим Время Всегда Которые Вы проводите На определенном Вооружении В дальнейшем Как-то Окупается Тем Что вы Учитесь Чему-то Новому На Подобных Интересных Замечательных Вооружениях У меня Друзья На этом Все Спасибо За просмотр Данного Видеоролика Обязательно Поддерживайте Видеоролик Лайком Как и всегда 150 лайков У нас набирается Выходит Следующий Замечательный Игровой Видеоролик Если Есть Что Интересное Сказать Например Про это Вооружение Напишите Тоже В комментариях Напишите В комментариях Также Какие Вы бы Хотели Посмотреть Следующие Например Вооружения Может У вас Есть Какая Очень Крутая Либо Имба Либо Вооружение Которое Вы хотите Посмотреть По возможности Всегда Смотрю Комментарии Да Не так Быстро Появляются Те вооружения Которые Вы хотите Увидеть Но На заметку Они берутся Если Они Интересны Если Есть Какой-то Интерес И смысл Их Потестить Они Всегда Будут Появляться В дальнейшем Через Какой-то Определенный Временный Период У меня На этом Все Всем Спасибо За Просмотр Всем Удачи И Всем Пока